Журный, кто там у нас еще остался? Давайте сюда. Здравствуй, тусуете. Здравствуйте. Хорош, гусь. Так, протокол задержания. Нецензурная брань, понятно. Бегал в одних трусах по парку, ловил лебедей. Оказалось сопротивление. Садитесь. Спасибо, я успею. Свядье сказал. Так, объяснительная записка. Я себя плохо чувствовал после вчерашнего трудового подправить здоровье. Могу просто написать с утра на локал. Ее мама с утра себя после вчерашнего чувствовал. Все, понял я, молчи. Мама ее оскорбила меня нецензурными словами. Да. Как она тебя оскорбила? Как? Не смейте пить, Николай. Я говорю, я так медленно. Я говорю, храбай отсюда. Гиглят старая. А она, как я говорю, Тася, Тася, ё-о-о. Тася это кто? Дещерье я. А моя супружница. Она ж многостановщица. На фабрике пошива женского рабочей одежды. С имени нижнего белья розы люкса будет. Так, ладно, все, все, хватит. Так, Тася, красава. Она ж многостановщица на фабрике. Хватит о фабрике. Ты лучше расскажи, кто тебе нанес такой вот макияж. Кто, кто? Дед Пихтов. Тася. Прям с порога, без предупреждения. Скалка. Пшш, буберангом. Хэм. С криком. Ты мою маму назвал? Гиглят старый приток. А я говорю, а что мне ее? Лаймой Вайкулей называть? Все, ладно, помолчи. Так. Ах ты пьянь чердачная. Эпа. Хватает со стола полбутылки драгоценной влаги и выливает в раковину. Точно. Ну подумай, ну служи. Вы елки-палки вечер. Я смотрю телевизор, футбольный мат. Играют Спартак и мои динамовцы. Нас же ведут. Ну мне обидно стало. Я как шмарганул. И сорвал-то ее духи. Шинель номер пять. Как хрепнуло по. АПЛОДИСМЕНТЫ Стасия моя. Одним глазом вижу расстроилась. Да не то слово. Я подумал, сейчас уроет. Кранты. Духи-то небось тысячу стоят. Да. Но спас кот. Что еще за кот? Кот соседский. Тварь редко. Кот в марте, он весь дом не спит. Давай, значит, слизывать этот антиколот с пола. Может быть думал, что это ворлятка. Наклюкался. И справил свои надобности. Наш сервант. Между прочим, корецкая береза. Стоимость 2427 рублей 17 копеек. В разручку на четыре года. Так, засохни, все. Поцелил в кота целлилоидом. Да. С гантелем вовнутри. Четыре килограмма. Да. Он как завоет, то заплачет, как дитя. В бикре снежная трутя. Слышь, ты стихоплет засохни. Ну-ну-ну-ну, ну не спать. Тут прогулки возвратясь. Говори, царица князь. Какой князь? А где? Какой князь, я тебя спрашиваю? Что ты мелешь? А-а-а. Честь мой, Никонор, Никонорыч. Я его называю Макарон-Макарон. Очень хороший человек, но живет долго. Так, возвратясь к собачкой Мэри. Да. Беленькая такая, лапки черные, глаза бусинки. Ну челюсти, как у аллигатора. Вчера играючись, отпустила ножку табуретки. Одним словом, сука редкой пороги. Так, выбирай выражение. Извините, падла редкой пороги. Дальше. Дальше. Боже мой, кто эти веретки. В марте весь дом не спит. И в апреле. Так, подожди. Так. Ты вдруг хватит об этой парочке драка. С чего началась? Слушай, там же все написано в подробностях. Читай не между строк, капитан. Так, Тася моя. Я же не говорил вам. Ёлки. Она же многостануточная. Да говорил ты уже сколько раз. Перестань. Тася моя снимает с Мэри развратного мурчика за... За... За что? За холку. Сколько почерк у тебя дает? И выбрасывает его через окно. Жаль, мы на первом этаже живем. Она так... Бя! Все. Дальше что? Дальше. Значит, это медуза. Этот... Этот признак оперы. Врывается и со скриком убивают. Спасите. И вцепилась в моей тазе. В прическу с бегудями. Ёлки. А моя Штасия есть? Она же многостануточница на пабликах. И ведь пошива женская. Ёлки. Как у них... А это... Эр. А это только... Бум! За новую. Это за дуб. А это гладь так пальцем разрывается. Вот так. А ты что? А? А ты что? А я не умешиваю. Думаю, посмотрю, что дальше будет. То есть. Чем закончатся эти бои без правил. Как говорится, двое в драку, третье. Я прав, как вы думаете? Что я думаю, я тебе потом расскажу. Дальше что было? А дальше все. Финитая комедия. Паникли розы и лютик не зажали. Я сейчас из тебя лютика сделаю. Дальше что было? Дальше. Дальше. Кто тебя так отделал? Это грустная история. И мне бы не хотелось утружать господина генералису. Нет уж, дорогой. Ты, пожалуйста, меня сам утрудись. А то я тебя огорчу до невозможности. Заметьте, вы заставили меня, нас, вас и меня окунуться в жестокие дебри быта джунги. Помните, как у Шекспира? Мы с тобой одной крови. Крикнул на угли и выстрелил тёмно. Слышишь ты, если я тебя сейчас пристрелю, мне за это ничего не будет. Ну что ж, тогда я расскажу вам драму, как уходит любовь. Сейчас я сделаю свежее дыхание и начнём. Так значит тебе всё равно, что у твоей жены вырвали половину волос. А этот развратник, Мурчик, пытался лишить детственности нашу любимицу Мэри. Так воскликнула Любашка от стенки газовую плиту. И что, она вот этой плитой ударила вас? Сейчас. Сколько лет на этой работе. След за Мурчиком, я в динамовских трусах и с криком «Милостейная узла динамо» пасть порву, щучкой сиганул в окно. И попал в толпу спартаковских болельщиков, удручённых прогрежем своей команды. Дальше. А дальше всё. Свет погас. А когда свет появился, я вон же в вашем комфортабельном обезьяннике с решётками на окнах. Всё. Эта майка у тебя откуда взялась? А я не знаю, я пытался её снять, но, видимо, ребята приклеили. Не отодрёшь. Хороший цемент, между прочим. Это всё. Нет, не всё. Прошу призвать к ответу мою жену Тася за издевательство над мужем. Водки вернуть под полбутилки вывезти в унитаз. Или вернуть деньгами. 127 рублей 12 копеек. Ну а ты, если ты настоящий мужик, ты обязан меня похмелить. Да ты что. Да. Ну пойдём. Там, наверное, уже поляну в обезьяннике на Крыму. Гонишь. Гадом будешь. Пойдём. Только. Рюка водки на столе. Пойдём. Я тебя сейчас опохмелю. Я тебя опохмелю сейчас.